Итак, мы въезжаем в село Ершово. Это старинное сибирское село, существует еще с 18 века. Его основа это безруковский форпост Ишимской оборонительной линии. Село стоит на реке Карасуль, на высоком берегу, незатопляемом. И это обстоятельство, вероятно, способствовало тому, что именно здесь был поставлен форпост, то есть небольшая крепость оборонительной линии, по сути, границы государства российского. То есть вот еще в эту сторону это были земли Российской империи, а в ту сторону, за рекой Карасуль, это были уже земли Киргизской Асадской Орды на тот момент, начало 18 века. И постепенно вокруг этого форпоста развилась деревня. Вот сейчас мы как раз будем ехать по улице под Тобольской, называемой так не в честь Тобольска, а в честь села Тоболова. Эта улица как раз является историческим сибирским трактом. Именно по этой улице шагала когда-то Просковья, Луполова или Луполова, можно так произносить. По этой дорожке ехал в 1890 году Антон Павлович ехал по дороге на Сахалин, но одновременно еще через Ишим он проехал. Сейчас по этой дороге едем мы. Маленькая речка Березовка, ее почти не видно, но мы увидим маленький мостик через эту речку, которая вот там вот впадает в речку Карасуль. Река Карасуль в переводе с тюркского это черная вода или черная речка. Мы знаем, что на черной речке Петербурге стрелялся Александр Сергеевич Пушкин, а у нас на черной речке родился Петр Павлович Ершов. Мы подъезжаем к храму Петра Столпника, который построен ровно на том самом месте, где 22 февраля по старому стилю 1815 года родился Петр Павлович Ершов. Мы с вами находимся сейчас в храме святого преподобного мученика Петра Столпника. Храм этот построен был изначально на месте рождения Петра Павловича Ершова. Строился он с 1862 года, еще при жизни, то есть Ершова был заложен, и при непосредственном участии Петра Павловича. В его дневниках сохранилась запись о том, что в 1858 году, когда он уже стал директором Тобольской гимназии, с инспекторской поездкой поехал в город Ишим, в наше уездное училище, то на обратной дороге он заехал в село, тогда еще в деревню, точнее Безрукову, на место своего рождения. И к нему подошли крестьяне, то есть его земляки, помянули добрым словом его отца Павла Алексеевича Ершова, который был комиссаром какой-то он должен занимал, в течение 10 лет здесь жил, в деревне Безруковой. И, как бы, между прочим, попросили помощи у своего такого замечательного земляка, который занимал теперь такую должность, директора училища Тобольской губернии помощи в строительстве храма. Храма, причем они, так сказать, подошли к этому делу с крестьянским умом, они предложили построить храм именно на месте, где стоял дом Ершовых, и назвать его в честь святого, в честь которого был окрещен сам Петр Павлович Ершов, то есть в честь святого Петра Столпника. И, конечно, Петр Павлович, будучи человеком таким вот чутким, не только просьбом людей, но и очень верующим человеком, для него это показалось очень таким промыслительным, и, несмотря на то, что это сулило ему большие хлопоты, он взялся за это дело, стал официальным ходатайом от крестьян перед архиереем, перед губернским начальством, и в итоге этот храм появился. Он появился в том числе и при участии Петра Павловича, мы знаем, что он жертвовал средства на строительство храма, и среди реликвий храма, которые появились здесь уже после его возрождения, мне бы хотелось бы особенно показать. Здесь вот на аналоге находится икона, икона святого Петра Столпника. У нее у собой удивительная история. Эта икона, это запрестольный образ, то есть он надевался на древко, и с ним выходили на крестные ходы, а в остальное время он стоял рядом с престолом в батаре храма. И вот на этом образе мы видим святого, стоящего в молитвенной позе на столпе, то есть на башне. На башне, то есть изображен святой Петра Столпник. Эту икону спасла жительница села, которая еще будучи девочкой, ее обнаружила на руминах храма, который был в 30-х годах закрыт, разорен, и как-то, видимо, эта икона оказалась выброшена. И долгое время мы ориентировались именно на эту икону, как на главную святыню еще и Ершовских времен, которая изображает Петра Столпника. И вот когда уже этот храм был возрожден, возрождение храма – это вообще отдельная история, которая сложно рассказать в двух словах, но, скажем так, в июне 2016 года, наконец, состоялось это историческое событие, был заложен первый камень в основании храма, главным меценатом которого стал московский промышленник Сергей Павлович Казубенко. И за два года, ровно за два года, храм был построен от первого камня до креста на куполе, и в июне 2018 года он был торжественно освящен. И после того, как храм был открыт, сюда снова стали возвращаться иконы. И вот теперь мы можем увидеть икону вторую из этого ряда, то есть из-за престольных образов, и должно было быть два. И оказалось, что сохранился второй образ, образ Георгия Победоносца, причем у этого образа даже сохранилось частично вот его обрамление такое. И мы видим, что эти две иконы написаны на железе масляными красками, они вот составляют такую пару, и теперь эти две иконы снова находятся в храме. Но вот что интересно, если мы посмотрим наоборот эту икону, то везде мы увидим двух святых. Это лагично, потому что здесь проходила древко, оно делило икону как бы напополам визуально. Но что это за святые? Это святые, которые были покровителями, покровителями, почитаясь как покровителями именно крестьянского труда, покровителя лошадей, скота и так далее. То есть сугубо вот такие вот сельские, деревенские святые. Что очень интересно, что еще раз подтверждают, что эти иконы, они именно из сельского храма. Храм был построен по проекту, на основе, точнее, проекта, сохранившегося именно в Ершовских времен. То есть он построен в тех же объемах, в том же размере, что и во времена Ершова. Воссозданный купол у этого храма, потом здесь такая вот акустика замечательная. И можно сказать, что это воссоздание именно в том виде, в каком он был в Ершовских временах. К сожалению, сам Петр Павлович в этом храме не бывал. То есть изначально он уже сильно болел, когда храм достраивался. Зато в храме на его освящении побывали потомки Петра Павловича Ершова, его пра-правнучка, например, и еще ряд потомков. И можно сказать, что они наконец исполнили заветную мечту Ершова, побывали на месте его рождения в храме, который построен на этом месте. Петра Павловича Ершова приезжал Зах, все прощупывали. Но все равно мы так не знали, когда уже дошло дело до того, чтобы размечать место по строительству, но все равно не знали до конца. Вот с точностью до метра, скажем так. И что удивительно, вот только первый ковш, когда вынул, это вот я был свидетелем этого, приехали на как раз начало строительства, первый ковш вынул и сразу вынул кладку. Потому что храм-то был снесен до основания, но фундамент оставался в земле. И надо же вот так вот получилось, с точностью такое вот это место было припевено. Потом можно сказать, что храм именно на том же самом месте построен. Ну и считается, что это место рождения Петра Ершова, то есть здесь, как раз, комиссариатский дом. Вот там вот перед Кагарасун, здесь как раз идет тракт, то есть очень удобно. Можно сказать, из окон все это было видно, комиссариатского дома, проходящие подводы, обозы и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...